Всем привет, с вами канал Максим Мобайл. Это сравнение смартфонов Apple iPhone 5 и Samsung Galaxy J2. Бюджетника плюс стоимостью 3800 и флагмана 2012 года, который на данный момент стоит в районе 6000, если брать в хорошем состоянии, или же посмотреть на восстановленное устройство, которое стоит в районе 6000 гривен. Насколько будет уступать бюджетник 2015 года против флагмана 2012? По дизайну, конечно, материалы корпуса намного лучше айфона. Это металл с стеклянными вставками, выглядит очень стильно и здорово. Многим этот дизайн пришелся по душе и признают, что это один из самых лучших дизайнов за всю историю. У Galaxy это пластиковый корпус, пластик рифленый, который будет устойчив к отпечаткам пальцев, то есть не остаются на нем разводы, а также на таком материале малозаметны царапины, когда они появятся. Чего не скажешь у его глянцевой окантовки, такой материал будет более повреждаться, и на нем будут более видны различные царапинки. Что ж, экраны 4 дюйма у iPhone против 4,7 дюймов у Galaxy. Вот так вот они соотносятся, чуть больше будет в высоту Galaxy, по ширине также чуть шире. Вот, а толщина, даже вот визуально так смотреть не отличается, но если брать самое толстое место у Galaxy, где вот находится камера, она немножко выступает из корпуса, то эта толщина будет составлять 8,4 миллиметра. У iPhone толщина 7,6 миллиметра, то есть iPhone по цифрам тоньше, чем Galaxy. Вот, в руке оба устройства лежат очень удобно. Немножко удобнее будет Galaxy за счет его таких вот округленных краей, все-таки лучше лежит в руке, чем iPhone. У iPhone немножко вот эти вот острые его углы упираются в руку. Ну, выглядит на вид iPhone, конечно, будет получше. По элементам управления сверху у iPhone находится кнопка включения-выключения, снизу джек для наушников 3,5 миллиметра, также лайтинг, микрофон, динамик. На левой грани устройства находятся кнопки регулировки громкости, а также ползунок mute. У Galaxy на левой грани находится кнопка включения-выключения, на правой кнопке регулировки громкости, то есть наоборот перепутал право-лево, на левой кнопке регулировки громкости, на правой кнопке включения, Снизу порт для microUSB для зарядки, сверху джек для наушников. На задних торцах камеры вспышки, у Galaxy еще здесь находится прорезь для динамика. У iPhone здесь только логотипы, в принципе, как и у Galaxy. Разблокируем устройство. iOS версии 9.0.2 используется у iPhone. Все отлично работает, никаких проблем нет. Экран IPS хороший, углы обзора отличные, никаких претензий к этому нет. У Galaxy Android версии 5.1.1 используется, также все летает в меню, никаких нареканий и претензий нет. Экран Super AMOLED, цвета также отличные, углы обзора отличные, очень насыщенная цена, очень насыщенные цвета. По насыщенности они будут даже лучше, чем на iPhone 5. Что ж, теперь перейдем в сравнение их производительности. Откроем Safari браузер у iPhone и Google Chrome у Galaxy. Перейдем на сайт apple.com. Вот, одновременно. iPhone загрузил сайт быстрее. А теперь по работе на этом сайте, по скроллингу, зумингу, все то, что мы обычно делаем на сайтах. По скроллингу отлично на обеих устройствах, никаких претензий нет. По зумингу также достойно и на Galaxy, и на iPhone. По скорости загрузки перейдем на ссылку iPad 4 mini. iPhone загрузил чуточку быстрее. Но, в принципе, Galaxy не сильно так отстает. По возврату назад. iPhone возвращает моментально. Это плюс операционки. То, что возвращает на сайтах, он вообще моментально. Перейдем теперь на сайт samsung.com. Чтобы объективно сравним еще их производительность там. Вот так. Переходим. Чуть быстрее был iPhone. Вот как-то странно себе появился Samsung. Еще что-то начал загружать. Сначала что-то не то загрузил. Тут также все отлично. Нажмем на Galaxy. Gear. Вот открылась ссылка Galaxy Gear S2. Быстрее на iPhone. Немножко быстрее работает iPhone. Но по качеству работы они наравне. Теперь откроем синтетический тест Geekbench 3. Запустим его. И пока он запускается, расскажу о технических характеристиках. Начну с Apple iPhone 5. Сейчас, секундочку. Это экран 4 дюйма. Разрешение экрана 640 на 1136 пикселей. Retina Display. Процессор Apple A6, работающий на частоте 1,3 ГГц, двухъядерный. Оперативная память 1 ГБ, встроенный 16 ГБ, без возможности расширения SD-карточки. Камера 8 Мп. Аккумулятор 1440 мАч. Galaxy. Это экран 4,7 дюйма. Super AMOLED 540 на 960 точек разрешения этого экрана. Процессор Exynos 3475 четырехъядерный. 1,3 ГГц. Его тактовая частота. Оперативная память 1 ГБ. Встроенный 8 ГБ, плюс возможность расширения microSD-карточки еще на 128, что является его преимуществом перед iPhone, потому что тут слота нет, как я уже сказал. Камера 5 Мп, основная у Galaxy, фронтальная 2 Мп и аккумулятор 2000 мАч. У iPhone 0,3 Мп, фронтальная камера, основная 8 Мп. По камере, конечно же, iPhone будет лучше. Вот на канале уже есть сравнение с Apple iPhone 4s, где я сравнивал фотографии камеры. Можете посмотреть, что камера iPhone лучше, потому что в этом видео, к сожалению, не сделаю я сравнения камеры. Ждем, пока закончится тест Galaxy J2 и заодно расскажу о аккумуляторах. По автономности они примерно одинаковы, хоть и несмотря на то, что у Galaxy больше объема аккумулятора. По автономности они работают одинаково. Один день в нормальном использовании. До вечера, вечером уже будете ставить на зарядку, что то, что другое устройство. У нас уже заканчивается тест на Galaxy и выдает результаты. По одноядерному тесту побеждает iPhone почти в два раза, даже в два раза. По мультиядерному тесту тоже немножко опережает iPhone. Закрываем тесты и теперь более объективный тест. Тест игр тяжелых. Посмотрим, как устройство работает в тяжелой игре Dead Trigger 2. Запускаем ее одновременно, чтобы оценить скорость загрузки. iPhone уже загрузил, на нем и начнем смотреть. И Galaxy также загрузил. Что ж, на iPhone мы начнем сначала смотреть. По графике на iPhone это максимальный уровень. Очень все плавно. Видим, что есть вот такая вот трава растет. Вот такая. Этот графический элемент доступен только на максимальной настройке графики. Очень много всяких различных элементов, летающих в воздухе, искрящиеся фонари. И, конечно же, супер плавность. На iPhone 5 Dead Trigger 2 идет просто круто, замечательно. И теперь смотрим, как эта игра идет на Galaxy J2. Плавности также неплохо. Немножко все-таки хуже, чем на iPhone по плавности, к сожалению. Ну, это только в сравнении. Так тоже никаких претензий нет. Но в сравнении хуже, чем на iPhone 5. И по графике тут минимальный уровень. Нет никаких дополнительных графических элементов, типа искрящиеся фонари, растущие травы и летающих элементов в воздухе. Вот. Минимальный уровень графики. По плавности неплохо. И, в принципе, играть абсолютно комфортно. Но лучше играть все-таки на iPhone, потому что графика максимальная. И по плавности чуть лучше будет, чем на Galaxy. Игровой тест выигрывает iPhone. И, в принципе, это все. Все-таки бюджетка плюс стоимостью почти 4000 гривен еще от Samsung не вышла на уровень флагмана 2015 года. И проигрывает ему практически во всех тестах, которые я сегодня сделал. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxim Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok